Итак, начнём. Трёхвалентное железо более эффективное и вызывает меньше побочных явлений. Так считают некоторые врачи. Любовь Сергеевна. Ну, я бы сказала, что все препараты железа эффективны. Всё зависит от дозы. Доза должна быть адекватной. И я напомню врачам, что доза есть лечебная у препарата железа и профилактическая доза. Лечебная доза у нас 200 мг, эквивалентно железу. А лечебная половина, то есть профилактическая половина 100 мг. Это в сутки. Дальше, если говорить о том, что трёхвалентное эффективнее, чем двухвалентное, то здесь таких данных нет. А напротив, есть данные о том, что, да, безусловно, эффективно и двух- и трёхвалентное, всё зависит от сроков. То есть эффект наступает в разные сроки. И, конечно, у трёхвалентного железа по исследованиям это позже. Эффект наступает позже, где-то на несколько даже недель иногда. И мы у своих пациентов это видим. Но вторая часть, да, побочные явления. Здесь, безусловно, меньше побочных явлений у трёхвалентного железа. И мы знаем это тоже из исследований. У двухвалентного железа побочных явлений не так много. По всем доступным литературным данным это 10% не более. Продолжение следует...